Марианна Кристалинская Уже огромный опыт и, конечно же, колоссальная работа, потому что вы трудитесь 24 на 7 все 365 дней в году и, конечно же, сумели за этот короткий отрезок времени объединить огромное количество мам и пап и школ, и детских садов, и дошкольных образовательных учреждений. Это, конечно, очень здорово. И мы любим вас, ценим и гордимся, что такое масштабное сообщество появилось именно в нашем округе. Ну, на самом деле, Маш, спасибо за поздравления. Действительно, наверное, в мировых масштабах 3 года – это совсем маленькая цифра. И, наверное, 3 года для ребенка – это тоже еще малыш, это тоже еще маленький человечек, который начинает делать первые свои уверенные шаги. А для нашего сообщества, я думаю, что это уже достаточно значимая цифра, потому что действительно в своих рядах мы объединяем очень много замечательных родителей, очень много действительно инициативных жителей нашего округа. И мне кажется, уже действительно какие-то реальные весомые шаги за свое трехлетие мы уже смогли сделать. Но все-таки можно говорить о том, что именно в нашем округе удалось вот эту третью грань образовательного треугольника провести в надлежащий вид, так скажем. Ну, то есть, родители у нас не в стороне, они действительно практически на 100% вовлечены в весь процесс обучения, образования, развития, воспитания своих детей. Ну, на самом деле, хочу немножечко, скажем так, возвратиться к самим истокам создания нашего сообщества и рассказать, с чего же все началось. Тут хочу, наверное, подметить, что изначально идея создания сообщества и объединения такого большого количества родителей в Одинцовском тогда еще районе принадлежит главе нашего городского округа Андрею Иванову. И действительно, это была замечательная идея. Три года назад на первой педагогической конференции августовской, на тот момент туда были в первый раз приглашены представители родительского сообщества, Андрей Иванов сказал, что у нас, во-первых, такие активные родители, их так много, и по количеству образовательных учреждений, школ и садов мы лидируем в Подмосковье. То есть у нас их действительно самое большое количество. И была бы замечательная идея объединить дружественные силы родителей совместно в какую-то организацию, чтобы мы вместе могли решать какие-то вопросы вместе с администрацией района, с управлением образования. И, наверное, объединить усилия общие для того, чтобы сделать жизнь наших детей, образование наших детей еще более качественное, еще более лучшее. Ну и, наверное, создать определенную информационную площадку для того, чтобы можно было на ней обсуждать и привносить различные мнения, различные идеи. И действительно их реализовывать, так скажем, в сотрудничестве с администрацией района, с администрацией округа на данный момент. И, скажем так, делать нашу жизнь, делать качество образования еще более лучше. Если вернуться на три года назад, вот все-таки ты бы вновь приняла это предложение объединить такую массу родителей. То есть ты бы вот снова прошла этот путь или все-таки сейчас ты бы уже задумалась? Нет, безусловно. Я бы, наверное, еще с большей охотой приняла это предложение, потому что, наверное, я в самом начале не думала, что это будет так, как это сейчас, активно, плодотворно и, главное, интересно. Но нужно же сказать все-таки, ведь это общественная организация, и ни ты, ни члены президиума не получают за свою, а это все-таки работа, да, хоть и общественная, но это работа, не рубля. Нет, вы не получаете зарплату, вы не получаете премии, у вас нет отпускных, больничных. То есть вот, опять же, возвращаясь к тому, что и вы всегда на связи, и вы всегда вот в режиме онлайн решаете любые вопросы, которые, естественно, поступают и на горячую линию сообщества. И я знаю, что лично тебе многие пишут и через соцсети, и знают, ну, конечно же, твой телефон, потому что, ну, наверное, уже не осталось мам и пап, у которых его нет. Ну, да, мой телефон, скажем так, не является какой-то закрытой информацией, я всегда как бы рада прийти на помощь, рада оказать какую-то консультацию, соответственно, да, если это не в моих силах, то обязательно обращаюсь и я, и член нашего сообщества в какие-то профильные организации или к каким-то профильным чиновникам. Безусловно, мы не получаем никаких финансовых вознаграждений, да, мы подаем на гранты главы округа, это определенное, да, большое подспорье для реализации тех или иных проектов. Есть также субсидии, которые каждая некоммерческая организация имеет право выиграть, да, и тоже это идет на реализацию тех или иных инициатив. Но зарплату как таковой, как это принято, конечно, мы не получаем. Но это, наверное, нормальное состояние общественников. То есть те люди, которые осознанно идут на такую работу, если можно сказать, они понимают, что она не оплачивается, но хочу сказать, что те вещи, которые мы делаем, тот результат, который мы получаем, ну, на самом деле это дорогого стоит. И я лично могу сказать, что когда у меня что-то получается, когда люди говорят спасибо, для меня это большая-большая награда. Я действительно получаю огромное удовольствие и понимаю, что это все не зря. В какой момент ты почувствовала, что нужна горячая линия, что сообществу так много звонков и обращений, что хотелось это все как-то структурировать и дать людям тот номер, по которому они могут позвонить и рассказать о своей проблеме? Ну, наверное, где-то года два назад, когда наше сообщество уже как бы расширилось. И я начала понимать, что вопросы разные. И, скажем так, хотелось бы людям дать просто еще одну возможность, куда они могут обратиться в любой момент, по любым вопросам, которые касаются детей. Соответственно, кому-то мы помогаем сразу, мы можем ответить какой-то вопрос. Какие-то вопросы мы просто берем для дальнейшего рассмотрения и согласования и уже возвращаемся к человеку с каким-то готовым решением. Ну, на самом деле, мне кажется, это важно. Вопросы даже с дорогами связаны, проблемы, они тоже поступают на горячую линию, и люди обращаются в том числе за помощью. Я знаю, что активно участвовали в гусарской балладе и помогли жителям этого микрорайона. Ну, на самом деле, это все, да, это такие совместные вопросы, но везде затрагиваются интересы детей. Поэтому, ну, я так понимаю, что в любом вопросе наша жизнь все равно связана с благополучием, со здоровьем, с образованием детей. Поэтому каждая проблема, она в той или иной степени касается нас. Ну, и, честно говоря, уже вот как-то даже, наверное, неловко отказывать людям, если обращаются за помощью. Потому что если обращаются, значит, верят, значит, считают, что мы можем помочь. И я думаю, что это здорово. Мы, конечно, все понимаем, что хотелось бы, чтобы в нашем округе было еще больше школ, детских садов. Безусловно, остается нехватка. И, конечно же, этого ждут и жители микрорайона «Гусарская баллада». Но, тем не менее, с этого года организован уже подвоз детей в школу. Это, опять же, намного облегчило жизнь родителям. Они могут спокойно уехать на работу, а ребенок отправится под присмотром в общеобразовательное учреждение. Тем не менее, как быстро будут появляться новые школы? И потому что я знаю, что ты этим вопросом очень серьезно занимаешься. И как Андрей Робертович держит этот вопрос на личном контроле, так и ты со своей стороны. Со стороны родительского сообщества тоже, конечно же, все держишь руку на пульсе. На самом деле есть, скажем так, школы, которые у нас уже включены в государственную программу. И которые уже известны сроки, когда это будет строиться. Безусловно, это школа в «Гусарской балладе», которую все очень сильно ждут. Это одна из самых больших школ, наверное, которая сейчас будет строиться. Насколько я помню, она, по-моему, на 2200 мест. Плюс там еще на 500 мест будет садик. То есть такой огромный... Прямо образовательный кластер. Да, образовательный кластер. И также мы надеемся, что, ну вот скажем, в ближайшее время, там, по-моему, конец этого года, начало следующего, у нас будет сейчас закончено строительство, откроется школа в... Кровью, да. Трёхгорка. Новая Трёхгорка. Там, да, жилищный комплекс «Сколка». Он называется тоже достаточно большая школа, красивая. Не так давно приезжал губернатор с инспекцией, вместе с главой округа. Смотрели, как продвигается строительство. Представители родительского сообщества тоже присутствовали на этой встрече. Действительно, школа замечательная, красивая. И тоже в скором времени порадуют жителей и детей своими новыми кабинетами и новыми замечательными пространствами. Также я знаю, что сейчас решается вопрос с пристройкой к школе «Дружба». Это школа в Дубках. Это тоже очень важный и ожидаемый проект. И, безусловно, он разгрузит школу. И, безусловно, ну, скажем так, многие-многие будут родители и дети рады этого проекту. Ну, кстати, вот родители этой школы, ну, нельзя, наверное, так сказать, что прям вот они одни из самых активных, но они очень активные. Они поддерживают и участвуют во всех акциях. И, более того, в ежедневном режиме они провожают детей, переводят их через дорогу. Потому что, конечно же, чтобы попасть в школу, нужно пройти дорогу. И не всегда поток большой машин, не всегда машины останавливаются, не всегда водители соблюдают и скоростной режим, и правила дорожного движения. Поэтому вот родители этой школы, мне бы, конечно, хотелось, чтобы ты об этой команде инициативных мам и пап несколько слов сказала. Маш, на самом деле, да, хочу, во-первых, искренне поблагодарить этих замечательных родителей. Действительно, в Дубках замечательные родители, замечательная школа, они очень инициативные. Всегда поддерживают любые инициативы. И я хочу сказать о нашем замечательном проекте, который тоже где-то два года назад стартовал. Это родительский патруль. И вот как раз Дубковские родители, это те мамы, те папы, которые подхватили эту инициативу. Они одними из первых. Да, одними из первых. И сейчас этот проект... И будут продолжать. То есть они не то, что провели разовую акцию и, собственно, забыли, да, или ты должна их там напоминать им. Они ведь это делают просто в ежедневном режиме. Они это делают сами самостоятельно, мониторят, скажем, ту ситуацию, которая сейчас происходит на дорогах. Потому что там, на самом деле, очень интенсивное движение. И действительно, ну, скажем, не все родители подходят корректно к этой ситуации утром. Многие там паркуют на пешеходных переходах своей машиной тем самым, создавая определенные неудобства и зачастую, может быть, даже какую-то аварийную ситуацию как для своих детей, так и для других. И вот эти родители, они, надев такие светоотражающие жилеты с надписями «Родительский патруль» в течение утреннего времени, днем, они помогают детям перейти дорогу. И, ну, каким-то образом указывают родителей тоже на неправильность их поведения, на ошибки парковки автомобилей. Ну, и, в общем, тем самым оказывают большую услугу, большую помощь, скажем, в какой-то ситуации с нормализацией дорожного движения и профилактике дорожного детского травматизма. Вы очень тесно сотрудничаете с Одинцовским ГИБДД, и более того, ваш проект «Родительский патруль», но он неоднократно звучал из подмосковных площадок и был отмечен на разных уровнях. Потому что это действительно эффективная такая программа, которая дает определенный результат, и тебя приглашали даже на мероприятие поделиться своим опытом. И, возможно, в каких-то муниципалитетах тоже тот опыт растиражирован. Ну, на самом деле, действительно, было такое приглашение на заседание с участием членов правительства Московской области. Собиралась комиссия областная по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. И как раз мне было предоставлено слово, была такая оказанная честь рассказать о нашем опыте, о том, что делается в нашем округе именно родителями, какие инициативы у нас проходят. И наш, скажем так, опыт был очень высоко оценен. Действительно, мне это очень приятно. Но я хочу сказать, что у нас действительно, правда, родители очень многое делают. Низкий поклон, потому что выйти с утра, например, где-то в половину восьмого на дорогу по своей собственной инициативе и помогать, скажем так, переводить. Не только своим, а вообще всем детям переходить в проезжую часть и доходить до школы. Да, это действительно, ну, наверное, не всем это подвластно. Не все, скажем, могут сказать, что готовы выйти и потратить свое время. Но наши родители это делают. И я им безумно благодарна. Сейчас начинается зима. Как раз будет вот такой опасный период, когда достаточно поздно светает, когда будут не очень хорошие дороги. И я думаю, что наши родители еще более активно во все будут это включаться. По крайней мере, в Одинцово очень активно во многих школ родительский патруль работает, родители выходят. И я думаю, что тем самым они достаточно весомо будут помогать как нашему ГИБДД, так и нашим детям. Марьяна, каким ты видишь дальнейшее развитие сообщества? Какие планы, какие проекты сейчас вынашиваете? На самом деле все эти проекты связаны со здоровьем, с благополучием наших детей. Поэтому я считаю, что, безусловно, это питание. Мы очень, скажем, большое внимание уделяем питанию детей и в школах, и в садах. Это здравоохранение. Тоже очень много, конечно, вопросов, которые родители волнуют. И не так давно у нас было такое большое собрание с участием главврача Одинцовской центральной больницы Игоря Култунова. И мы обсудили очень много вопросов. И родители задавали действительно те вопросы, которые нас волнуют. Учеба. В скором времени у нас будет 1 февраля. Очередной набор в первые классы. Это действительно всегда очень волнующая тема. И также хочу сказать, что 22 ноября в первой библиотеке у нас будет очередная замечательная встреча с организацией «Мария-мама», которая предоставит такой обучающий семинар для всех наших Одинцовских мам и пап, и, может быть, даже для детей, как правильно оказывать первую помощь при различных ситуациях, которые могут возникнуть в нашей жизни. Но и безусловно, с наступлением зимнего периода, наверное, надо каким-то образом оговорить, что нужно делать, что не нужно с наступлением скользкого времени года. И на чём надо сосредоточить своё внимание. Поэтому я приглашаю в 10 утра всех желающих принять участие в этом замечательном семинаре, который пройдёт в нашей Одинцовской библиотеке номер один. То есть благодаря сообществу родители могут не только решать какие-то вопросы, обсуждать те темы, которые их действительно волнуют на сегодняшний день, они ещё и могут обучаться. То есть они ещё могут очень много нового почерпнуть для себя, для дальнейшего своего развития и, наверное, получить ту информацию, которая действительно поможет им быть и ближе с детьми, и поможет правильно вести себя в той или иной ситуации. Ну, безусловно, наши родители... Проект пользуется, да, в популярности? Проект очень востребован. И на самом деле это замечательная организация. Я знаю, что их признают на разных высоких уровнях, и это действительно заслужено. И я очень рада, что Екатерина, которая является главой этой организации, находит время для нашего округа, приезжает к нам, обучает наших родителей. Действительно, это очень важно. И несмотря на то, что наши родители все очень высокообразованные люди, такие знания никогда не остаётся лишними. Потому что, не дай бог, если наступает какая-то вот такая, скажем, форс-мажорная ситуация, зачастую люди теряются, и все, может быть, какие-то навыки, они, к сожалению, остаётся где-то на задних, да, каких-то задних рядах нашего сознания. Надо очень быстро мобилизироваться, чтобы понять, что нужно сделать в такой критический момент. Я знаю, что 22 октября поступило огромное количество поздравлений, сообщений. Какое поразило тебя больше всего и тронуло, наверное, сердце? Ну вот что-то было такое очень неординарное, яркое и запоминающееся? На самом деле, Маша, действительно было много поздравлений. Это было очень радостно. Действительно, я сообщество воспринимаю, ну, наверное, как своего ребёнка, который вот мы создали. И все радости, все неудачи, конечно, принимаются очень близко к сердцу. Но я, наверное, думаю, что всё-таки радости и побед у нас больше. И, наверное, самое приятное и неожиданное был комментарий от одной мамы, которая написала, что казалось, что вы были всегда. Это было действительно очень приятно, потому что, ну, наверное, так воспринимается что-то нужное, что-то хорошее, которое люди считают, что и должно дальше быть. Поэтому я думаю, что, ну, когда нам будет 5 лет, да, тоже скажут, что окажется, что вам уже очень много лет. Не 5, а, может быть, 10. Вы ведь действительно были всегда, и действительно родители – это те люди, которые всегда рядом, рядом со своим ребёнком от момента рождения. И дальше по жизни они, конечно же, ведут, они, конечно же, не остаются в стороне. И, безусловно, наверное, вот то желание, которое было на индивидуальном уровне, да, то есть родители самостоятельно приходили в школу или обращались в управление образованием. Просто вот благодаря сообществу удалось их соединить, сплотить и действительно организовать. И вот опять же, да, я вернусь к тому, что вот эта третья грань образовательного треугольника, она заработала именно так, как и должна была. То есть всё гармонично. Поэтому, наверное, и у людей ощущение, что вы вроде всегда же были. Ну, на самом деле, Маш, вот тут хочу сказать одну вещь, подметить. Родители есть всегда. И во всех, конечно, муниципалитетах есть родители. Это абсолютно неоспоримый факт. Тут как бы без нас никуда. Но работа нашего сообщества, безусловно, её успех зависит от того сотрудничества, которое у нас есть с администрацией округа. И в данном случае я хочу огромную благодарность выразить главе округа Андрею Робертовичу Иванову за тот настрой, за то желание нас слышать, идти на действительно сотрудничество и помогать во многих вопросах. Потому что если бы этого не было, на самом деле было бы всё намного сложнее, а зачастую, наверное, было бы невозможно. Потому что, наверное, мы просто бы собирались, мы обсуждали те проблемы, которые есть, поднимали те вопросы, а дальше уже было бы намного всё, скажем так, сложнее. Потому что можно писать письма, можно официально обращаться во все инстанции, что многие люди и делают. Но не всегда это приносит, скажем, какие-то весомые результаты. Я могу сказать, что очень многие вопросы, очень многие проблемы решаются в ручном режиме. И тут вот огромная благодарность, действительно, главе за то, что у него есть желание это всё услышать, помогать. И я думаю, что на самом деле люди это видят, понимают и тоже выражают свою благодарность. Марьяна, ещё раз с днём рождения! Всё ваше огромное сообщество. Спасибо. Всего лишь три года. Впереди огромный путь. И желаю его пройти с таким же успехом. Спасибо большое, Маша. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok